Приветствую вас, дорогие мои умные! Сейчас я сделаю расклад на июнь 2019 года на события в любовной сфере, на события в отношениях. Как сложатся ваши отношения, какие события ожидают тех, кто находится в поиске своего партнера нового. Вот такие пироги. Ладно, приступим. Кстати, прогноз носит общий характер, не забывайте, мои дорогие. Итак, какие события ожидают в июне месяце в любовной сфере вас, дорогие мои умные? События для тех, кто имеет пару. Для тех, кто имеет пару. События для тех, кто в поиске. Так, приступим. Итак, кто имеет пару, дружит или уже в браке? Что нам карты говорят? Ну, июнь может у вас оказаться таким, не совсем понятным, если можно так выразиться. Могут быть ситуации, которые для вас заставят задуматься о чем-то. Может быть пересмотреть свое отношение к партнеру или заставят присмотреться к своему партнеру. Да, присмотреться. Может быть его поведение вас приведет в такое смятение и заставит задуматься. Либо вы сами что-то в себе новое такое откроете, что поймете, что что-то не так. Вот, хотелось бы, чтобы партнер делал так-то, говорил то-то, был таким-то. Да, непонятки. Непонятки в отношениях. Может вы там что-то заподозрите, как говорится. Что-то вам покажется, что вот куда-то там партнер может налево посмотрел. Либо вы сами что-то там это самое начнете сравнивать своего партнера с кем-то, кто вам симпатичен. Может быть и такое. Ну вот как-то, знаете, вот такое ощущение идет, что поменяется ваша картина отношений, видение отношений. Вот, допустим, раньше вы вот такую картинку видели, в таком образе видели свои отношения, то в июне месяце у вас картиночка поменяется. Может ярче станет, может появятся какие-то новые краски, может наоборот эти краски изменятся, ну в худшую сторону, в лучшую сторону. Но я думаю, что в любом случае, если эти изменения и будут, и вот эта ваша остановочка, она не приведет к каким-то трагическим последствиям. Однозначно. Наоборот, вот эти ваши сомнения, они прояснят окончательно картину ваших отношений. Вы перестанете сомневаться, в конце концов, вы перестанете сомневаться, и вы поймете себя, что вы хотите от партнера. И партнер вас тоже поймет и поддержит, скажем так. Как бы вы сядете за стол переговоров и выясните все отношения. Особенно если вы какие-то шероховатости у вас там были, или, допустим, вы хотели, чтобы ваши отношения как-то официально уже оформлялись, кто не в браке, то в конце концов партнер согласится, что да, давай, родная. Если хочешь, давай жить вместе, если хочешь бракосочетания, вопросов нет. То есть, понимаете? И все сложится. Даже для тех, кто захочет расстаться со своим партнером, в принципе, тоже не повлечет за собой каких-то таких трагических событий, каких-то эмоциональных потрясений, если можно так выразиться. Наоборот. Да вы вот как вроде бы вот солнышко для вас светить по-новой будет, понимаете? Как вроде бы было пасмурно-пасмурно, и вдруг вот солнышко выглянуло, и вы поняли, да боже мой, жизнь-то какая хорошая. Да надо жить и наслаждаться. Вот так это даже может быть. Вот этот разрыв или развод на вас может вот так подействовать. Ну и карты советуют, дерзайте, дерзайте, меняйте свою жизнь. И, в общем-то, жизнь пойдет навстречу вам, судьба вам пойдет навстречу. И обстоятельства будут слаживаться именно так, какую картину в любовных отношениях вы себе нарисуете. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать вам, дорогие мои, и кто имеет право, кто имеет пару. Так, теперь перейдем на другую сторону, кто у нас в поиске. Ну что, друзья мои, ну, похоже, какой-то товарищ нарисуется. Довольно-таки серьезный, я бы сказал, товарищ. Ну, конечно, неуправляемый в каком плане, что он имеет свои принципы, и имеет свои традиции, и если он за вами начнет ухаживать, то тут у вас выбор особо небольшой. Вам придется либо подчиниться, либо расстаться. Вот. Он такой, знаете, император по жизни, скажем так. Ну, может, даже он какую-то руководящую должность занимает, не исключено. Познакомитесь, скорее всего, на какой-то вечеринке, на какой-то встрече. Может, на корпоративчике, может, ну, в гостях у кого-то будете. Вот. Может, там вполне состояться ваше знакомство. Ну, товарищ интересный. Такой стабильненький. Да, стабильненький. Как про такие говорят, что у него как... Как это? За каменной стеной, Господи, забыла. Вот, за таким. Ну, что может... Как ваши события могут развиваться? Как ваши отношения в дальнейшем могут развиваться? После знакомства, я имею в виду. Ну, тут два варианта. Либо что-то вам шибко не понравится. Ну, не сможете вы смириться с его, ну, диктаторскими, может, мягко говоря, замашками. Или с его вот именно установками. Как он видит отношения с женщиной, как он видит отношения в браке. Может, ну, не совсем вам подойдут. Либо другой вопрос, либо другой, вернее, момент. Что более всего, пожалуй, я склоняюсь именно ко второму варианту, что вы шагнёте в новый союз, в новую связь с этим товарищем. И, в общем-то, может, даже отбросите своё представление, какие должны быть отношения с мужчиной. Пересмотрите, как бы у вас поменяется ваше видение, мировоззрение ваше поменяется. И вполне возможно, что для вас этот вариант, вы поймёте, что для вас именно такой товарищ и нужен был. И вы спокойно, как говорится, шагнёте из стадии одиночества в новую жизнь. Да, она, эта жизнь может, конечно, быть и с трудностями, но там, как говорится, там может и травка расти, но там и могут быть и горы. Но, тем не менее, тем не менее, вы можете на это согласиться и завязать эти отношения очень-очень плотно с этим товарищем. Ну, карты советуют, конечно, всё это прекрасно, но всё-таки не теряйте голову. Как говорится, иллюзии ещё никого до добра не довели. Думайте, анализируйте. Если есть уж шибка такая, знаете, несостыковочка в каких-то ваших принципах, то обязательно докладывайте об этом этому товарищу, вашему новому партнёру. Садитесь, как говорится, за стол переговоров и говорите, что нет. Вот, ты знаешь, вот с этим я совсем не согласна. Если хочешь, чтобы мы были с тобой вместе, давай всё-таки этот вопрос урегулируем. Что для меня это неприемлемо. Вот. Поменьше мечтайте. Ни в коем случае не надевайте розовые очки. Всё должно быть трезво, практично. Ну, что там говорить. Любовь любовью, но чтобы потом не было потрясений, лучше, конечно, это. Сохранять трезвую голову. Вот, что вам карты советуют. На этом, пожалуй, я заканчиваю свой расклад. Хорошие карты, что с этой стороны у кого, с парой, что с этой стороны. Поэтому мне остаётся только пожелать вам удачи, любви, отличных летних... отличных летних праздников, отдыха летнего на пару со своим партнёром. И вообще, будьте счастливы, дорогие мои умные. Будьте счастливы. До новых встреч на моём канале.